8 марта каждый мужчина может честно признаться, сегодня не мой день. В Ярославле праздник женщин уже наступил. Здесь, в концертно-зрелищном центре Миллениум. Количество прекрасных дам в этих стенах действительно зашкаливает и кажется, будто бы нет свободного места. Но не меньше здесь и мужчин, желающих поздравить леди с предстоящим днём. Повсюду улыбки и запахи весенних цветов. Праздник – это, извините, но молодость, красота. Для праздника начинаешь пыль с ушей стряхивать, суфле подбивать. Как-то хочется быть ещё моложе, ещё красивей. Хочется отдохнуть, погулять. Конечно же, отдохнуть от тренировок. Ну а праздник праздником. У областного союза женщин работы много даже в выходные. Защита прав и расстановка задачи. Речь не о феминистской борьбе, а реальная, современная работа. Актив представительниц прекрасного пола встретился с губернатором области Дмитрием Мироновым, чтобы рассказать о стратегии действий в интересах женщин на предстоящие пять лет и обсудить реализацию комплексного плана «Здоровое детство». Я хочу поддержать начатую вами тему по реализации программы, которую объявил президент в прошлом году «Десятилетие детства». Действительно, нам очень приятно, что в прошлом году наш голос был услышан и наши предложения. И правительство Ярославской области учло все наши без исключения предложения. Все они вошли в комплексный план. Дела решили, вопросы обсудили. Пора бы возвращать праздничный настрой. Лучший подарок для женщины – цветы из рук серьезного мужчины, ну и, конечно, теплые слова. Губернатор области Дмитрий Миронов наградил представительниц прекрасного пола грамотами и почетными знаками Алексея Мельгунова. Ну и, конечно, поздравил всех женщин с праздником. Ваше одобрение, сказанные вами слова поддержки, ваша гордость за своих мужей, детей и внуков помогают нам преодолевать любые трудности. Спасибо вам за то, что вы всегда рядом с нами. Еще один сюрприз мужчина ждал представительниц прекрасного пола. Здесь речь о заслуженном деятеле искусств в России, певце, музыканте, композиторе Игоре Николаевне. Песни про милых дам из его уст действительно звучат завораживающе. Ну что ж, до праздника остается не так много времени. В эти дни магазины подарков заполнены мужчинами. Главное, помните, основное – это внимание. Пусть женщины всего мира будут счастливы не только 8 марта. Светлана Доброхотова, Денис Сахаров. День в событиях.